Смотрите, как красиво! Телепортационный прыжок и обычная приморская семья, выезжая из тоннеля на Золотой мост во Владивостоке, вдруг оказывается в Сан-Франциско. Про их фантастические приключения на другом конце света и возвращений домой рассказывает кинолента, посвященная нашему городу. Смотрите, как красиво! Идея создания фильма родилась именно из этой фразы. Вот ее произнес мой сын в 2012 году, когда мы ездили, когда открыли все мосты и тоннели, когда наш город обрел иной вид. И весь город поехал смотреть этот вид и новый силуэт города. Поехала и наша семья, и вот моему сыну Арсению, который играет одну из главных ролей в этом фильме, было три года. Сегодня второклассник Арсений Сиденко – обычный учащийся средней школы Владивостока. Съемки в отцовском фильме стали для него настоящим приключением. Самые запоминающиеся моменты, конечно, в Сан-Франциско. Однако работа Арсения в ленте стала настоящим испытанием и для съемочной группы. Ведь за время работы ребенок не только успел подрасти, но у него выпали и молочные зубы. Пришлось ждать, пока полезут коренные. А что еще тебе понравилось? Когда мы ели, когда знаменитый крабовый суп. Попав в Сан-Франциско, отец с сыновьями испытывает невероятную эйфорию. Но проходит время, а вместе с ним и новизна. И возникает вопрос, как вернуться домой во Владивосток, ведь там любимая мама и жена. Смотрите, как красиво в первую очередь фильм о семейных ценностях. Здесь и фантастика, и мелодрама, и комедия. Съемочная группа совершила настоящий подвиг. В невероятном смешении жанров, смене мест и событий на первом месте остается Владивосток. Каждый город красив, конечно, по-своему. В Сан-Франциско мне понравилась погода. Там постоянно было солнце и очень красивое солнце. Это одна из причин, мне кажется, почему Голливуд, там же рядом находится Калифорния, почему там много фильмов снимается. У нас в городе очень сложно было поймать красивую погоду. То есть вот в основном такая серая, какая-то невзрачная. Естественно, город наш в такую погоду выглядит тоже не очень привлекательно, скажем так. Но когда у нас солнечная яркая погода, наш город выглядит очень красиво. За время работы над фильмом, а это около двух лет, съемочной группе пришлось не только ждать у моря погоды и играть со светом, но даже сталкиваться с американской полицией и немного нарушать закон. На крыше тоннеля возле моста «Золотые ворота» оператор забрался без всяких разрешений. Абсолютно нелегально забрался. Ясно, с туннелем, надеюсь, никто не увидит. Второстепенную, но очень значимую роль улыбки чеширского кота в фильме сыграл Илья Логутенко. Папа твой так и называет тебя фантазером? Называет. И мне это нравится. Смотрите, как красиво снят на обычные зеркальные фотоаппараты и мобильный телефон. Но это не домашнее кино. Создатели уже готовят ленту к широкому прокату в кинотеатрах. После съемочного дня мы подъезжаем к какому-то кафе. У нас стоят наши российские номера. Возле большого витражного окна дамочка сидит, пьет кофеек. Я думаю, ну, номера поменяйте. Тут же откручиваю это все. И эта мадам вызвала полицейских. Буквально так же через две минуты подъезжают, резко заворачивают машины с патрулями. А я, благо, успел уже все перекинуть. Подходят, спрашивают, чья машина. Я говорю, ну вот, Владимира. Владимир у нас, собственно говоря, единственный человек, который абсолютно свободно разговаривает на английском. У него спрашивают, а вы номера меняли? Он такой, нет, какие номера? В широкий прокат создатели планируют выпустить фильм в конце декабря. Первым его увидят зрители из Владивостока. А немного позже посмотреть, как красиво в нашем городе смогут зрители и по всей России. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова